друзья всем огромнейший привет в общем как и в прошлом году мы будем проводить охоту на медведя вот в прошлом году получилось добыть одного мишку лицензия была только одна в этом году удалось добыть две лицензии и будем их закрывать в общем как говорят опытные охотники особенно на медведя охоту необходимо начинать с пристрелки мы не исключение поэтому хочу представить вам мою новую игрушку новую старую это карабин в 308 калибре хейнель егерь 10 вот сейчас будем заниматься его пристрелкой и смотреть результаты приобрел его в начале этого года то есть даже не в начале а весной у человека у охотника просто связи с годами он уже решил продать этот карабин состояние близко к идеальному небольшая трещина на ложе есть а так карабин очень красивый сергей если смотришь огромный тебе привет и огромное спасибо за такой прекрасный карабин так ну что начнем пристрелку патроны у нас сегодня будут тех крим самый тяжелый что я нашел в магазине это 11 9 грамм 185 грамм далее так серия охота ту лама премиум 12 3 грамма тоже самые тяжелые что нашел так ну и здесь есть импортных немножко патронов не знаю может быть по выстрелу сделаем потому что ценник на эти патроны довольно серьезный вот ну начнем наверное я думаю стул а мы ту лама такие патрончики сейчас попробуем выставили мишень на 100 метров делаем три выстрела верхнюю мишень стрелок я сразу скажу так себе этот мой первый карабин так что тут главное нам попасть к медведя но выстрел довольно комфортный я бы не сказал что он сильно лягается так сделали три выстрела можно посмотреть что мы там настреляли так ну что делаем еще серию выстрелов не попал мишень одним выстрелом только попал это не резкость не нравится вообще а а а а а было 3 что пойду опять смотреть посмотрим что будет чуть левее мы потом соберем естественно за собой это вздернул точно сто процентов она даже не попала в колесо ну что придется еще эти смотреть так ну вот поправочки сработали наши уже патроны прилетели вернее пули прилетели в цель поэтому я думаю на этом пока остановимся и попробую сейчас другие тех кримовские патроны тоже тяжелые попробуем по другой мишени как они себя полетят примерно в центр чуть выше ну понятно мог и дернуть и все стрелок и так себе из нарезного потому что это мой первый карабин карабин тоже охотничий поэтому ничего удивительного здесь нет строго не судите ладно буду пробовать с других патронов вот этих вот вот такие вот патрончики тех крим с пулей red team пластиковый баллистический наконечник покрытием медь никель 1 и 9 грамм а сейчас будем пробовать их поехали три выстрела из тех кримов по левой мишени центральная оторвалась он которая стрелял так тоже пока перезаряжает все отлично использую шнеллер у него и так-то это спусковой мягкие да со шнеллером то приятней эх ветер помешал сейчас завернула мишень момент выстрела она такое ощущение как будто этот патрончик и немножко парище лягаются они чуть потяжелее да по ощущениям парище парище не все произвели три выстрела сейчас идем смотреть левую мишень напоминаю патроны тех крим так а вот этот вот патрончик тех кримовский меня радует посмотрите как все прилетело опять же напоминаю я стрелок так себе но все три попали мишень хотя бы и примерно по центру значит с поправками я угадал вот такой вот результатик так патрончики интересные очень интересные как-то или мне так фартанула или я не знаю но факт в том что вот так вот это все выглядит нормально нормально вообще все три прилетели в цель чуть чуть выше но в принципе здесь тоже эти выше прилетали но это не критично не критично средняя точка прицеливания примерно здесь попадание вернее так что вообще нормально нормально все будем знать про эти патрончики для этого карабина тем более как заявляет производитель оболочка у этих пуль подходит вот для данных стволов для импортных так что интересно интересно я почему-то делал ставку на тулама не знаю почему но вот эти кримовский прилетели мне очень понравилось так сейчас еще одни патроны попробуем обычные у меня есть там шило так называемая хочу их проверить сейчас по правой мишени по правой ну одно радует с поправками угадал прицел сейчас пристрелим это на 100 метров в принципе в принципе ну в медведя не попасть это я не знаю понятно что надо по месту попасть будем стараться охота на есть охота это мой первый опыт с нарезным оружием так что продолжаем пристрелку пока все радует вот он мой красавец вот они патроны часто пробуем вот эти вот патроны обычные три выстрела сделаем правой мишень блин ветерок опять подул ладно делаем брать век затвор ходит мягко мягко так вообще прям вообще прикладистый такой карабинчик в руки первый раз взял сразу почувствовал да это мое он легенький для ходовой охоты отличный вообще правда вот прицел у меня не совсем для ходовой охоты но мы потом еще попозже попробуем с рук стрельнуть метров на 50 так ладно поехали так ветерком опять заворачивает ждем кстати забудьте сказать все три прилетели чётко ну довольно хорошо поехали опять использую шнеллер понравился он мне вещь интересная ветер не дает сделать выстрел затвор ходит без особых усилий не надо никаких усилий сильных прилагать спокойненько так мы произвели три выстрела сейчас пойдем смотреть на результат этих патронов вот эти патрончики конечно мне понравились ничего выдумывать не буду другу буду их брать да и все отличные патроны еще потренироваться стрельбе и все будет четко так ну вот напоминаю стрелял с обычных патронов шила так называемая правую мишень 2 прилетела но опять такое ощущение что вправо куда-то а вот те кримовский прилетели ровно но еще был момент но вот смотрите рикошет такой вот видно ну в принципе в принципе получается вот вот и вот то есть кучность они дали еще еще лучше чем всех кримовский получается так единственное что вправо ушли немного но будем отталкиваться все таки вот от этих патронов блин классные патронов пока пока только одни положительные отзывы о них ну так вот да рикошетик все есть так ну вот свежая мишень она у меня крайняя сейчас попробую с 50 метров с рук стрельнуть по ней без оптического прицела на 50 метров что из этого выйдет посмотрим так ну вот отстреляли мы с прицелом сейчас хочу попробовать 50 метров отчитал без прицела правая мишень свеженькая надо поторопиться потому что надвигается у нас какой-то тут шторм так она что улетела они все вижу так поехали все произвели три выстрела идем смотреть гильзы сразу заберем так чё этот настрелял с рук на 50 метров 50 метров стрелял одно попадание мишенька в мишеньке тут так и я так подозреваю что вот два одно точно а вот второе вот второе ну с рук на 50 метров в принципе почему-то занизил с механических прицельных приспособлений возможно что чуть чуть повыше надо брать потому что пулька тяжелая все будем заканчивать на нашу пристрел очку потому что надвигается в глаза поэтому сейчас быстренько собираемся и уезжаем так что ребята вот так все-таки оружие пристреливать обязательно надо обязательно перед охотой если бы я поехал получается вот этим прицелом непристреленным больше шансов промахнуться было бы у меня чем попасть наверно так то поле у нас вернее лобаз у нас установлен таким образом что самые дальние точки точки поля это примерно 100 метров где-то так естественно если будет возможность подпустить ближе то подпустим ближе так что так ребята все всем до встречи на охоте увидимся возможно в ближайшее время я уже отправлюсь посидеть на лобазе все всем пока так все гильзочки быть все свои собрали чтобы потом потом у нас никто не ворчал вот только-только успели и смотрите какой ливень просто капец еле-еле чуть-чуть подмокли еле-еле чуть-чуть подборозь еле-еле